Здравствуйте, уважаемые! Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я жив. И, скорее всего, есть вероятность того, что вы трапезничаете, поэтому приятного аппетита вам. Ну, даже если не едите, то, может быть, на будущее это вам приятного аппетита. Так вот, сейчас я в небольшом, таком, отпуске. Творческий отпуск, назовём это дело. Но, тем не менее, я решил выложить видео, которое говорит о том, что вы видите, касательно PlayStation 4 на канале. Сейчас, вообще-то, я должен пойти в парикмахерскую и побриться нахер себе, сделать макгавку и всё такое, чтобы вот... Чтобы видеть хоть кого-то. А то я похож сейчас на баллонку или спанели. Спанели, они же тоже с такой... Не важно, в общем, говоря плохо, разбираясь в собаках. Ну, в смысле, хорошо разбираясь, только в этих собаках, которые... Для... Нужны для того, чтобы им зачесывать косички, я не разбираюсь, я не такой. Так вот, что с PlayStation 4? Во-первых... Во-первых, я забыл взять кое-что. Во-первых, я похож на Джастин Бибера сейчас немножко, я знаю, это ужасно. Так вот, во-вторых, у меня есть такая штуковина, которая, может быть, известна вам. Оказывается, ну, вообще, говорят то, что без такого комплекта предзаказа купить PlayStation 4 будет невозможно. Ну, естественно, я в это не верю. Потому что придёт какой-нибудь дядя, скажет, дайте мне PlayStation 4. Ему скажут, у вас есть комплект предзаказа? Он скажет, нет. Ему скажут, ну, ладно, берите. И в итоге, ну, это же Россия. Здесь главное продать, здесь же насрать на потребителя, да? Так вот, дело в том, что у меня такая фигня есть. И я надеюсь, что если 29 ноября в 10 утра приду за консолью, то есть тогда, когда она открывается, когда открывается магазин, когда должна появиться консоль в продаже, в Media Market, то, соответственно, там будет консоль. То есть, мои планы какие? 29 ноября, я стою рано утром, еду в Media Mart, которым купил такой комплект предзаказа. Кстати, тут ничего нет, кроме магнитиков и карточки, которая говорит о том, что у тебя есть этот предзаказ. Еду туда, соответственно, забираю её, приезжаю назад домой, в хорошем, в лучшем случае, да? Соответственно, распаковываю её, ставлю, подключаю, начинаю записывать. Что, чуть попозже скажу? Но, может быть, такой вариант, смотрите. Может быть, такой вариант. Вы приезжаете туда в 10 часов, вам говорят, ну, у нас пока что PlayStation 4 нет, но будет в течение дня, это возможно. Ну, и, в общем, я такой плюю, ладно, говорю, ладно, ребят, я пойду кино, посмотрю какое-нибудь говно там, пойду посмотрю, там кинотеатр есть в этом торговом центре, пойду посмотрю, приду через часика 2, 3, 4, может быть, придётся на 2 сеанса сходить, спрошу, есть PlayStation 4, скажу, ну, нету пока что, придите чуть попозже. Я пойду, допустим, в кафешку, поем, через 15 минут вернусь, спрошу их снова, есть PlayStation 4, скажут, ну, извините, они закончились уже. Ну, вот, может такая ситуация быть. Это вполне возможно, потому что это же российский магазин. Не знаю, как у вас там в СНГ, у некоторых ребят, которые это смотрят, но в России может быть и так. Ну, я очень надеюсь, что меня не обломают с этим делом. Я вообще ещё оставлял им телефон, может быть, тем не менее, даже позвонят и скажут, приезжай, мужик, ну, или кто-то там паренёк. Так вот, то есть, в лучшем случае, в лучшем случае, я приеду назад домой сразу утром 29 ноября, да, и сейчас записывать, что вы увидите. Вы увидите сначала те же самые, тот же самый большой обзор, что и был в случае с Wii U. То есть, если вы не видели, можете глянуть, посмотреть. Будет, в принципе, всё точно такое же. Покажу, как работает PlayStation 4, да, то есть, функции там продемонстрирую, всё, что там PlayStation Store, как происходит покупка, допустим, цифровых версий игр, которые у тебя уже есть на PlayStation 3, как они обновляются. Покажу, в общем, покажу всё, что смогу, грубо говоря, и посмотрим какой-нибудь геймплей, допустим. Затем, затем, собственно говоря, пойдут игры. Когда вы увидите большой обзор, скорее всего, 29-го числа, может быть, вечером, может быть, ближе к ночи. Скорее всего, так. Ну, то есть, мне надо будет его отснять сначала, этот часик, может, два, потом ещё отрендерить его, да. Затем, соответственно, когда я поставлю всё это дело на рендер, я пойду записывать. Записывать геймплей. То есть, в субботу вы уже увидите начало прохождения двух игр. Killzone, Shadowfall и Nug. Это два единственных эксклюзива, которые есть на PlayStation 4 в день релиза. Ну, я имею в виду, из больших игр. Drive Club отменили. Ну, не отменили, перенесли. Ну, кому она нахер сдалась через 4-5 месяцев, я не знаю. Никому, скорее всего. Все возьмут бесплатно ввесе PlayStation Plus и всё. И никто не будет покупать эту игру. Sony сами облажались. Молодцы. Конечно, флаг им в руки, но я говорю то, что Drive Club никому не нужна будет. Сразу говорю. Я говорил давным-давно, то есть, ещё когда при релизе говорил, что, мол, Drive Club непонятно для чего делается, сразу говорили, ну, мол, гонка, гонка. Ну, и гонка уже есть. Вот Need for Speed Rivals, допустим, есть на PlayStation 4. Вот и гонка вам, допустим. А для чего нужна будет Drive Club через парочку месяцев, там, я не знаю, в апреле? Никто не знает. В общем, Sony сами облажались. Им надо было больше людей выписать. Evolution Studios. И да, я знаю, уничтожат таким образом майку при помощи микрофона. Я знаю, надо будет её тутюжить. Ну, не важно, короче говоря, Drive Club, если кто-то не знает, его перенесли. Поэтому Drive Club нету. Следующее. Следующее, то есть, откуда у меня вдруг, допустим, появились деньги на цельные игры? Ну, и так вроде бы приставка стоит 18 тысяч. Две игры вместе стоят 5 тысяч, да? То есть, каждая по 2,5. Большое спасибо тем людям, которые задонатили с августа небольшие суммы. Нет, там были большие суммы на самом деле. Спасибо тем пятерым людям. Я на самом деле думал, что вообще никто не кинет, но пятерым людям, которые скинули просто обалденные суммы, вот только из-за них, только при помощи них и благодаря им вы увидите ещё парочку игр. То есть, вот парочку игр ещё увидите. Поэтому, что вы ещё увидите на PlayStation 4? Так как один из людей, который задонатил ну просто офигенную сумму, я не мог оставить человека без какого-то поощрения, да? Я бы спросил, мол, что хочешь увидеть больше всего, мол, на чём мне средоточить внимание? Человек сказал, что контраст. Кстати, два из этих пятерых людей точно знают, что это девушки. Большое вам спасибо. То есть, поэтому я пройду контраст первым от начала до конца. Контраст это игра, которую заменили Drive Club для подписчиков PlayStation Plus. То есть, эта игра доступна полностью, полная версия этой игры доступна бесплатно обладателем PlayStation Plus. Поэтому мы с вами посмотрим её от начала до конца. То есть, в субботу вы можете ожидать начала Killzone Shadow Fall и Knack, а вот контраст вы можете ожидать в течение выходных. Я пройду от начала до конца, потом уже переключусь к другим играм. Дальше, что ещё? Дальше вы увидите Assassin's Creed 4 Black Flag, то есть, я уже взял PlayStation 3 версию, у меня осталось обновить до PlayStation 4 и вы увидите Battlefield 4 мультиплеер. Мультиплеер Battlefield 4. Режим Conquest, да, то есть, продолжение мультиплеера Battlefield 4. И также вы увидите Need for Speed Rivals. Потому что это гонка, хватит посмотреть, ну и гонок вообще на канале не было, может быть, интересно будет поглядеть, да, грубо говоря. А может быть, я возьму камеру, тут правда не знаю, для чего она нужна сейчас у PlayStation 4. Там есть только одно приложение Playroom, в котором две мини-игры и всё. Или, может быть, возьму второй джойстик. Правда, я не знаю, во что играть. В NAC вдвоём, ну блин. Говорят, игра не такая уж интересная, то есть, не знаю, ну допустим, во что ещё. А во что ещё играть, я не знаю. Мы, может быть, с Артёмом бы поездили в Need for Speed Rivals, но там нету локального кооператива или локальной игры какой-то, да, то есть, там игра на одного, только мультиплеер только по сети. В общем, и так далее. Посмотрю, что можно взять. И, в общем, грубо говоря, вот такой вот список игр. Да, ещё и Rezogun выходит, но это Shoot'emap, это Shoot'emap, то есть, я не знаю, во-первых, почему я не знаю, смогу ли я его полностью продемонстрировать, во-первых, на Shoot'emap смотреть не очень-то интересно. То есть, там одно и то же, одно и то же, в них играть интересно. Второе, это то, что я не думаю, что смогу прохождение разнообразия комментариями. То есть, это Shoot'emap, это однообразие, ну, не однообразие, да, но там одно и то же подтвердится на экране, что там придумаешь. И всё время надо быть сосредоточен на такой куче. В целом, вот и всё. То есть, что вы увидите? Что вы увидите? Первое. Первое, это большой обзор PlayStation 4. То есть, как и в случае с Wii U, 29 ноября. Это если я 29 ноября достану её, да, я как бы ничего не говорю. Вдруг 30 ноября, скажут, мол, задержится у нас. Но я об этом сообщу или не глядите туда, то скорее всего с PlayStation 4 я начну побольше пользоваться. То есть, там можно пустить постить всяческие новости, скриншоты и так далее. В общем, можете туда подписаться или смотреть на него. И смотреть 29 ноября, я буду дописать, мол, что рендерится, купил я, когда приехал домой и так далее. То есть, я буду держать вас в курсе, когда, что можно ожидать. Затем, после этого обзора, на следующий день вы увидите начало Killzone Shadow Fall и Nug. Затем, в течение выходных вы увидите прохождение контраст и скорее всего геймплей Rezo Gun. И затем, мы с вами будем, я точнее, буду все перемешивать друг с дружкой. То есть, Assassin's Creed 4, Black Flag, что там еще? Мультиплеер, Battlefield 4, затем Killzone Shadow Fall, Nug. В общем, все постараюсь перемешивать и в итоге получится так, что всем будет что посмотреть и все тайтлы посмотрим с вами. В течение, я думаю, двух недель будем глядеть только PlayStation 4, поэтому XCOM Enemy Within в течение этого времени можно не отжидать совсем и чего-то другого. Естественно, в понедельник, я думаю, кооперативы не будет, потому что время не будет записать. И еще, не забывайте то, что в воскресенье мне нужно немножко посидеть за инфоблоком, но я думаю, как-нибудь я там время найду. А пока что все. На этом спасибо за внимание и увидимся с вами в пятницу. Кстати, Хроники я тоже выпущу в пятницу. Да, именно в пятницу, может быть, утром, днем, но точно до большого обзора Wii U. Пфу, Wii U нахер. Пошла в жопу эта Wii U, PlayStation 4. Серьезно, пошла в жопу Wii U. Я ее уберу нахер, у меня места нет для PlayStation 4, освобожду место. Освобожду. Освобожду, да. Освобожу место для PlayStation 4. А теперь я ухожу, я пошел бриться. Нет, пошел я обстригу это дело, то не видно уже нихера. Да, не видно ничего. Спасибо за внимание и увидимся с вами 29 ноября вечером. Надеюсь, что вам будет интересно, как и мне.